Многие уверены, что пластиковые отходы – серьёзная проблема. А что, если это бесценный ресурс? Кенийский бизнесмен Джеймс Муриту пришёл как раз к такому выводу. Он построил маленький перерабатывающий завод, где из пластика делают топливо. Отходы скупают у компании и частников. Пластик очищают от грязи, измельчают и отправляют в специальный реактор. Там проходит процесс пиролиза. Пластик нагревают при температуре не выше 500 градусов. В итоге он распадается на жидкие и газообразные компоненты. Таким образом, из килограмма пластика можно получить 800 граммов синтетического топлива. После пиролиза бензин или дизель должен пройти очистку. Только потом можно заправлять технику. «Мы производим два вида альтернативного топлива. Первый – это бензин. Его можно использовать для обычных легковых автомобилей и малолитражек. Также он подходит для бензопил, водяных насосов, газонокосилок и прочей небольшой техники». На заводе также делают синтетическое дизельное топливо. Владелец компании заправляет им свой внедорожник. Эксперты говорят, что на разложение пластика могут уйти десятки, а то и сотни лет. По данным ООН, каждый год в мире производится 400 миллионов тонн пластиковых отходов. В переработку идёт только 9 процентов. Ещё 12 процентов сжигают. Это вредит природе и загрязняет атмосферу. Но с пиролизом всё иначе. «Есть основания для беспокойства, поскольку в процессе пиролиза выделяются вредные газы. Но надо понимать разницу между пиролизом и сжиганием. Процесс сжигания проходит на открытом воздухе, а пиролиза в закрытой системе. Это уже сокращает объём токсичных газов. И хотя они и выделяются, есть технологии очистки». Завод способен производить тысячу литров топлива за три дня. Продукцию пока не продают. Компания ещё должна получить лицензию в регулирующих органах.